Это фактчек на 24КЗ. Сегодня в программе. Новый вид мошенничества. Пострадавшим от паводков звонят и обещают компенсацию. Что говорит полиция? Вспышка неизвестной болезни в 2025 году. Кто и зачем предсказывает новую пандемию? Рассылка с номера 1414 оказалась не фейковой. Как мошенники и спамеры зарабатывают на фейковых фото, сгенерированных искусственным интеллектом. Жители Петропавловска предупреждают друг друга о новом виде мошенничества. Людям, пострадавшим от паводков и рассчитывающим на компенсацию, звонят с неизвестных номеров от имени госоргана и просят продиктовать код из СМС. Якобы это нужно для того, чтобы проверить, состоит ли он в списках пострадавших от паводков. На самом же деле аферисты таким образом оформляют кредит в банке на имя жертвы. По информации сотрудников управления криминальной полиции, подобных фактов на территории области пока не зарегистрировано. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов призывают граждан сохранять бдительность и не предоставлять по телефону конфиденциальные данные. Категорически нельзя никому сообщать коды, приходящие в СМС. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам. Можно заразить телефон опасным вирусом, который позволит мошенникам совершать банковские операции от имени владельца, предупреждают полицейские. Цитата. Вопросы компенсации пострадавшим от паводков решаются только в официальном порядке, при личном визите, либо с использованием официальных веб-ресурсов. Сказано на официальном сайте Министерства внутренних дел Республики Казахстан. В мессенджере Телеграм пользователи пересылают друг другу скриншот из газеты, датируемый 17 октября 2025 года. В отрывке статьи обсуждается вспышка неизвестной болезни. В сообщении утверждается, что университет Джона Хопкинса предрекает новую пандемию. Это фейк. Распространяет ложное сообщение Астрид Штукельбергер, которая недолгое время работала консультантом по контракту во Всемирной организации здравоохранения. Как только началась пандемия COVID-19, Штукельбергер стал распространять фейки о вакцинации. Поэтому надежным источником информации ее считать не стоит. Скриншот, который используется в сообщении, взят из публикации 2017 года Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса. Назван доклад «Пандемия. Спарс 2025-2028». Но это не предсказание новой вспышки заболевания. На самом деле, отчет представляет собой возможный сценарий для систем здравоохранения разных стран. Здесь описаны различные проблемы, которые могут возникнуть во время пандемии и как на них реагировать. Таким образом, пересылаемый скриншот не предсказание новой пандемии, а всего лишь гипотетический сценарий, который призван помочь специалистам сферы здравоохранения отработать возможные риски. Казахстанцы распространяют в мессенджерах информацию о взломе сайта ЦОНов. Текст аудиорассылки гласит «Если с номера 1414 придет СМС, по ссылке дальше не заходите. Нашу базу, оказывается, взломали хакеры. Сейчас на всех оформляют кредиты. Сегодня база не работает с 9 часов. Скажите всем». На самом деле, пересылаемое голосовое сообщение фейк. В пресс-службе оператора электронного правительства опровергли информацию о взломе базы данных и разъяснили ситуацию. Цитата. «Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в ЕГОФ Мобайл». В организации пояснили, что единого сайта ЦОНов не существует. Центры обслуживания населения предоставляют услуги на местах. Заказать госуслуги онлайн можно через портал электронного правительства или мобильное приложение ЕГОФ Мобайл. В акционерном обществе национальные информационные технологии попросили пользователей установить на свои смартфоны ЕГОФ Мобайл. Это мобильное приложение отправляет персональный СМС и пуш-уведомления в различных жизненных ситуациях для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях. Мошенники и спамеры используют фейковые фото, сгенерированные искусственным интеллектом, чтобы привлекать на свои сайты больше людей. Большая часть контента является кликбейтом, то есть заставляет людей останавливаться и вдохновляет делиться такими фото и комментировать их. Некоторые подписи к поддельным фото даже стимулируют взаимодействие, напрямую предлагая пользователям, например, оценить картину начинающего художника, даже если изображение было создано искусственным интеллектом, или пожелать пожилому человеку счастливого дня рождения. Пользователи фейсбука часто отвечают на изображения, созданные искусственным интеллектом, ободряющими комментариями и поздравлениями. Дело в том, что когда таким публикациям ставят лайки или оставляют под ними комментарии, это сигнализирует алгоритмам соцсети, что, возможно, контент следует продвигать в ленты еще большего числа людей. Некоторые из наиболее известных спамеров, вероятно, осознавая это, улучшили свою вовлеченность, создавая изображение с помощью искусственного интеллекта, нажимая на который, пользователь попадает на сайт с рекламой. Мета, похоже, осознает, что если сгенерированный контент смешается с информационной средой без уведомления пользователей, это может создать большие проблемы. Компания опубликовала несколько объявлений о том, как планирует поступать с искусственно созданными публикациями. В мае этого года Facebook начнет применять маркировку «Сделано с помощью искусственного интеллекта» к контенту, который он сможет надежно определять как сгенерированный.